В какой-то момент у ребенка начинают появляться зубы, верно? Такой момент наступает, рано или поздно такое случится. Контролировать это тоже невозможно. И вот тут наступает фаза агрессии, которую Фрид Спирлс обозначает словом резцовая агрессия. Резцы появляются. Первые зубки появляются впереди, правда? Маляров пока еще нет. Маляры появляются попозже. Появляются только резцы, а что они делают? Они отделяют один кусок пищи от другого или от большого куска пищи маленький. Так ребенок начинает быть способным поглощать то, что оказывается для него удобоваривым. То есть он может съесть ровно столько, сколько может. Маленький кусочек и дальше его проглатывает. Маленький кусочек и проглатывает. Так можно обращаться, собственно, с нежной пищей и потреблять. То есть ребенку приходится стараться теперь больше. Недостаточно просто сосать. Что происходит у взрослого человека? Впервые появляется навык осознавать, а вообще то, что сейчас мне говорят, мне годится или нет. Хороший пример сегодня с утра с Наташей. Что в какой-то момент люди сердобольные начали подбрасывать все больше, больше, больше всяких идей. И там как-то говорить, обращая внимание. Но, собственно, поскольку Наташа уже двинулась, предприняла пока не очень устойчивые попытки передвижения сосунковой агрессии крестцовой, то пока есть только один способ сказать нет, стоп. И это уже хорошо, это уже неплохо. Потому что основная проблема в сегодняшнем нашем разговоре, в сегодняшней сессии заключалась именно в этом. Вообще не в способности сказать нет. Вообще в панике сказать нет. В ужасе сказать нет. Вот это то, что испытывает сосунок в тот момент, когда он не может сказать нет. Поэтому поздравляю, сегодня в некотором смысле произошло передвижение от сосунковой агрессии к крестцовой. Впервые сказать нет. Пусть даже через серьезный кризис. Это здорово, это нормально. Потому что ребенку приходится приспосабливаться, ему приходится питаться другой пищей. То есть вы можете отделить то, что для вас полезно, от того, что не полезно. Сейчас. Вот впервые появляется то, что в гештельтерапии через 10 лет назовут эгофункцией. О ней пока подробно мы говорить не будем. Это функция выбора, которая говорит о том, что часть из того, с чем я сталкиваюсь в реальности, для меня полезна, я бы хотел взять, а часть нет. Это, собственно, уже довольно такая зрелая способность обращения человека с окружающей средой. И, наконец, в какой-то момент, наверняка вы помните у ваших детей или у себя, у вас начинают появляться коренные зубы. Маляры. И вот тогда Фридс Перлс говорит о том, что начинается фаза малярной агрессии. Малярной агрессии. А что делают маляры? Они уже не отделяют один кусок пищи от другого, они перетирают. Маляры – это такие два жернова, которые начинают тереть пищу, формируя из нее кашицу. А дальше вы кашицу проглатываете. Наверняка, если вы занимались какими-нибудь диетическими системами, наверняка все из вас помнят, что чем тщательнее мы переживаем пищу, тем лучше. Тем больше площадь соприкосновения сначала со стенками желудка, а потом с кишечником. Понятно, да? Все равно еда переваривается. Но даже если гвоздь съедите, и Кока-Колой, правда, запьете, тогда переварится. Но понятно, что есть трагичные, безусловно, случаи, но тем не менее. От Кока-Колы, да. Понятно, да? И у человека впервые появляется способность относиться критично к тому, что происходит с ним в жизни, отсеивать то, что ему полезно, от того, что не полезно. Более того, обращаться с этой ментальной информацией тщательно ее дробя, и из этого он может появляться собственные инсайты человека. Вот во вчерашнем эксперименте, который мы делали, не было запрограммировано, что нужно обратить внимание, например, на ваши отношения в семье. Но это возможно. В том случае, если вы расчленяете, собственно, этот опыт, складываете, у вас получается что-то другое. Мне кажется, это универсальный способ творчества. Когда вы сталкиваетесь здесь с чем-то, здесь с чем-то, здесь с чем-то, а потом так тун-дун-дун-дун. В эпоху постмодерна, пожалуй, это самый, наверное, главный способ творчества. Вы все расчленяете, а потом эти элементы комбинируются в причудливой, необычной комбинации, извините за эту автологию. Например, с чего начиналось концептуальное искусство, такое движение современного искусства к тому, когда один предмет вдруг странно помещался в необычную для него ситуацию. Все помните эту революцию Дюшана, когда он до сих пор во многих музеях мира то писсуар, то унитаз, то еще что-нибудь в непривычном на постаменте, например, в музее. И само по себе это интересно, прикольно. Или, например, там, не знаю, рояль к стене, к потолку прибили. Он не должен был здесь, а есть. Вот так примерно работает, собственно, эта, ну, креативная способность, которая производна от малярной агрессии. Вот, как повторюсь, мне кажется, что в эпоху постмодерна, наверное, это основной креативный источник. Вы расчленяете опыт, а дальше в тех конфигурациях, которые для вас характерны, усваиваете то, что вам кайфово и что реально способствует вашему росту. Это тот клиент, который приходит к терапевту и говорит о том, мне очень интересно разобраться вот с этим аспектом своей жизни. Да, я немножко тебе расскажу. Он говорит, терапевт дает какой-то отклик. И это производит некое впечатление на клиента. Он не ищет ответа. Он ищет некое впечатление, источника для того, чтобы самому расти. Это очень зрелый такой этап, которому имеет смысл помогать двигаться вашим клиентам и вам двигаться. Потому что то, насколько изменитесь вы лично, зависит исключительно от того, что вы сделаете со своей жизнью. Терапевт – это сталкер, он проводник. Он находится рядом. Он водит вас по зоне места, где есть, безусловно, одни и те же грабли, на которые вы наступаете. Но жизнь – это ваша. Это тот человек, который поможет вам что-то сделать своей жизнью. При условии, если вы не ярый сторонник, потому что у вас другого выхода не от перинатальной агрессии, сосунковой агрессии. Ну и даже в некотором смысле резцовой агрессии. Понятно вот эта эволюция? То есть способность человека все больше и больше и больше относиться к тому, что происходит в его жизни критично. Критично не значит все критиковать, понимаете, да? Критично – это значит членить. Да, вот в этом зрелость эгофункции. И вот в тот момент, когда человек достигает малярной агрессии, его эгофункции довольно зрелые и способные к детальной дифференцировке. Человек способен сам расти. Человек, который способен сам делать выводы о своей жизни, сам наблюдать нечто новое. Задача терапевта – не накормить клиента. Терапевт, который кормит своего клиента, чем раньше у него отобрать сертификат, тем лучше. Задача терапевта заключается в том, чтобы помочь клиенту менять свою жизнь самому. Ну и только в каких-то моментах, например, после терапии, мне кажется, хороший тон в терапии, когда человек какое-то время проходит терапию, ну какой-то сет там в 2-3-4 года, ну потом какой-то перерыв 5-7-10 лет, ну может быть и 7 лет терапии, потом перерыв 5-7-10-15 лет, потом еще сет на 2-3-5 лет, ну и так далее. И так можно всю жизнь, но это не значит, что нужно ходить на терапию всегда, это не обязательно. Это тоже хорошая новость, как вы понимаете. Вопросы по этой части. Агрессия неизбежна, она всегда привязана к некой потребности. Агрессия меняет наши отношения. И все зависит от того, насколько свободны и прямо вы можете с этой агрессией распоряжаться. Чем более вы свободны в выборе, тем, соответственно, агрессия будет для вас, ну как сказать, более здоровой, что ли. Если нет, то вам придется быть агрессивным по отношению к людям какими-то другими способами. Ну, например, если вы разозлились на какого-то человека в компании, но решили, что это чувство вы подавите. Ну, а что, когда мы с ним еще в следующий раз встретимся? Потом вы замечаете, что в какой-то ситуации, в этой же компании через час, вы как-то едко пошутили в сторону этого человека с неким намеком. Ну, например, о том, что он не очень далекий. Как-то легко сразу стало. Но осадочек гаденький, скорее всего, остался. То есть вы все равно эту агрессию разместите, а он все равно это почувствует, понимаете, да? Вы ему можете сказать, слушай, ты не прав в том, что бум-бум-бум. Или через час он вдруг себя почувствует каким-то оплеванным. Но в первом случае ваши отношения могут развиваться. Вы можете договориться, найти некий там, не знаю, компромисс, попросить прощения в конце концов. Договориться о перспективах, как вы дальше будете общаться. А в втором случае нет. А в втором случае начинается эскалация. Почему важно вот при эскалации конфликта ее остановить, например, приходит семья. И у них главные претензии какие? Что этот негодяй испортил мне жизнь, а этот мне. Да. Как правило, исключительно в форме обид и претензий. Верно? Причем, чем более абстрактные будет претензии, тем дальше у вас возможности развязки. Ты никогда меня не понимал, в этом месте продвижения просто никакого не может быть. Ты никогда не моешь за свою посуду, уже лучше. Вы уже ближе. Почему? Потому что близко находитесь к зоне потребности, которая есть, ближе. Потому что никогда меня не понимал, вы настолько далеки от потребностей, что... Ну, а развитие будет только в том месте, когда вы обнаружите эту потребность друг к другу. Вот. И если двадцать человек строит отношения упреками, чем абстрактные, тем хуже. Но если даже они конкретные, то, в общем, перспектив не будет. Они будут бесконечны. Если вы не будете останавливать эту семейную пару, то вы весело проведете следующий час-полтора, в зависимости от сколько времени. Обычно час-час двадцать, полтора часа такая сессия с парой происходит. Может быть и меньше, но довольно часто именно в таком формате. Ничего не произойдет. Поэтому задача терапевта будет заключаться в том, чтобы... Что сделать? Чтобы остановить их. А. Пункт первый. А пункт второй. Попробовать претензию, трансформировать в некое просьбу или требование. Но для этого вам нужно осознать потребность. Потому что ты никогда не можешь с собой чашки. Какая потребность? Помоги. Помоги. Забор. Забор. Все из вас правы и все неправы одновременно, поскольку мы нифига не знаем, какая это потребность. Это может быть действительно потребность в признании. Это может быть потребность в заботе. Это может быть таким образом человек получил бы некую благодарность. Это может быть очень разные потребности. Помыть чашки это лишь символ. Символ некой потребности. Это важно понимать. Вот как мы сегодня делали с вами это упражнение. Какие вещи вам не удалось уберечь и вам очень жаль. Одна и та же вещь может обладать для пяти людей пятью разными смыслами. Так и с чашками, и с носками, и с поздними возвращениями домой, и с постоянной работой, занятостью, невозможностью уделять время. Чего еще это только люди в семьях себя, ты плохо готовишь. Ты никогда меня не ценишь, когда я плохо готовлю, я хорошо. И в общем, ну. Важно обнаружить эту потребность. Дальше потребность вы можете сформировать в виде либо просьбы, либо требования. Ну, в зависимости от того, на что вы имеете право. Ну, чаще всего это просьба, хотя в некоторых ситуациях это может быть полное требование. И дальше есть возможность договариваться. Насколько вам удастся донести, что вам это важно. Не просто сказать, потому что, ну, такой подход к снаряду, типа, ты что хочешь? Я хочу вот это, скажи ему, сказал. Что, будешь делать? Буду. Ничего не изменится. Все изменения происходят на импульсах витальности, которые просто взрывают сознание человека, взрывают его опыт. Наверняка, многие из вас наверняка ходили на какие-то тренинги разные. В компаниях работали, на корпоративных тренингах наверняка были. Ходили на такие тренинги, начиная от личного роста, развития, продаж, ораторского искусства и всего остального. Контент-то есть, вы даже покляли, что будете это делать, но импульсом это не стало. Это не взорвало ваше сознание, это не вбросило энергетику в то, что происходит.